Очень серьезно начинаем лекцию, хотя до этого занятия у нас были всякие любопытные рассуждения, но, слава Богу, они не записались. Так мы находимся с вами в 17 главе в 6 стихе и говорим о том, как сначала будут страшные неприятности у арамейцев, а потом и у самих еврейцев. И это очень интересный такой порядок выйдет у нас в результате неприятностей, цепочка неприятностей, кто за кого в этой цепочке держится, то есть кто паровоз, кто вагоны в этой цепочке неприятностей, нам нужно будет выйти под конец этой 17 главы. Ну и сейчас давайте потихонечку разбираться. В частности, здесь уже делается такой исподвольный переход от неприятности еврейского народа, про который мы говорили в прошлый раз, то есть фактически о том, что арамейцы, которые пытались помогать царю Пекаху, израильскому царю в войне против Иерусалайма, они попадают под раздачу, они наказываются именно за то, что они пошли против евреев. То есть это очень частый случай, мы с вами все время смотрим на это и задним числом, скорее всего, понимаем, кто прав, кто виноват. Как люди ставят не на тех лошадей, как одно государство, которое хочет каким-то образом развиваться, расти, богатеть, выбирает себе из двух сторон конфликта какую-то определенную сторону. И думают, что вот если я буду за них, то я буду за сильнейших, и тогда будет мне счастье. И здесь вот очень важно не ошибиться, не поставить на ту сторону, которую в итоге поставят в неприличное положение. То есть не ошибиться в выборе фаворита. На какую лошадь? Да, да, в этих скачках. Так вот, армейцы, они поставили на Пепаха, царя Пепаха, что он сейчас вот вместе с ними захватит Иерушалай. Тем более, что в тот период, когда это все готовилось и задумывалось, вы знаете, что там был даже не царь Хискиява, а еще отец его царя Ахаза. А при царе Ахазе, как вы помните, в Иудее царил полный беспорядок. Вот, и вроде казалось действительно, что сейчас мы голыми руками этот Иерусалим возьмем. Но была допущена политическая ошибка, некая политическая близорукость. Как вы помните, руками ассирийцев, которые уже, в общем-то, чесались, да, вот бывают, руки чешутся, так вот, руки ассирийцев уже серьезно чесались в этот момент. Руками ассирийцев по арамейцам был нанесен страшный удар. И они попали под этот удар исключительно потому, что они собрали свою власть с царем Ахазом. А в этот момент у нас с Абдулой, то есть с ассирийцами, у Иерусалима был мир. И ассирийцы, вроде как, временно за нас заступились. Как мы с вами помним по книге царей. Так вот, это мы с вами разобрали, вроде что арамейцы не того партнера себе выбрали. Но главное, конечно, наказание на голову израильтян, которые всю историю своего царства поклоняли седалом, тут еще решили добить Иерусалим, соседа еврейского. И поэтому северное царство, как мы вот говорили, имеет ужасное наказание, полностью все уничтожается у них здесь. И плоть Якова худеет, я только не помню. Прочитали мы с вами пятый стих? Или действительно надо начинать уже шестой? Давайте-ка мы пятый все-таки вспомним, потому что я не уверен, что мы пятый предыдущий стих прочли. Давайте мы его все-таки быстренько пробежим глазами. Вегая и будет. Да, в предыдущий пятый стих говорили. Ке-эссов ка-цир. Когда, так когда собирается жатва. Кама. То есть, стоящее. Слово кама, слово камшла. Это очень важное еврейское слово. Кама означает стоячий урожай. Готовый. То есть, есть специальный термин. Это и в Торе термины есть такое, это же слово. И в Томудин часто встречается, когда стоит пшеница. Ну, при хорошем стечении обстоятельств почти с человеческий рост. При плохом по коленку. Но она, в общем, как-то стоит. В общем, готовый урожай. Он называется кама. Стоячий урожай. Так вот, этот вот стоячий урожай замечательный. Это когда его режут, срезают. Узрао и его мышцы, его рука. Шиболин, эти стены, колосья, якцор. Срезают. Значит, как здесь объясняют. Раши речь идет вот о чем. Когда профессиональный жнец хватает в руку какое-то количество колосьев. И он их, причем, очень четко так много, но очень четко захватывает так, что ничего из руки не выпадает. Натягивает и серпом подсекает. Если бы, например, ему в руку что-то там не попало, то, скорее всего, оно бы отклонилось от него. И он бы срезал все, кроме того, что ему не попало в руку. То есть, он бы оставил какую-то пшеницу. То есть, один, два, три колоска. Здесь речь идет про профессионала высокого класса. Человек, который вот так вот хватает это все крепко. И знает, сколько схватить можно максимально, чтобы оно не выпадало из руки. И когда он да хватает, ничего не отпускает. И вот так вот подсекает это дело, Раши объясняет. Так Санхерив будет опустошать территорию десяти колен северного церкви. То есть, это будет сделано высоко профессионально. Подсекать будут всех. И убежать будет практически невозможно. Это вот то, что здесь в метафорическом смысле излагается. Беая и будет кемелакет, подобный собирающему шибалим, значит, колоски, беэмек рафаим, в низине рафаим. В низине рафаим, как тут объясняют комментаторы, в частности, это здесь пишут, была очень плохая земля. И там очень-очень все плохо росло. И если даже выросла какой-то урожай, это были буквально отдельные такие кусочки, или кочечки, или стебелечки, или колосочки. Так о чем мы разговариваем? Два приема. Первый раз, когда евреев полно, идет Санхериф и захватывает, захватывает, захватывает. Да, но все-таки где-то там вся что-то остается. Не потому, что он захватывает слишком много. Нет, он профессионально все делает. Но все-таки, когда человек первый раз проходит через поле, все абсолютно колосья захватить и срезать очень тяжело. Даже самому большому профессионалу. Поэтому он сначала проходит первый раз и уходит с тем, что он следует. Что мы видим в том месте, где он прошел? Мы видим вот это вот поле из низины Рафаил. Там торчит колосок, здесь торчит колосок. То есть как будто вот здесь очень плохо росло все. Как будто здесь был плохой урожай, очень мало вырос. И вот сюда он вернется. То есть не то, что он это все бросил и не дорежет. Понимая, что кто-то все-таки где-то наверняка спрятался. Кто-то избежал удара серпу, он обязательно ушел, улетел. Но обещал вернуться, он вернется и доделает свое страшное дело. То есть вот мы с вами помним, что Садхири в три раза приходил. Три раза, как мы с вами учили, он уничтожал в три приема всех евреев, которых хотел победить, которых хотел разорить. Вроде же не убивал их. Да, смотрите. Срезал в данном случае, это не обязательно, что он их всех порубал в капусту. Срезал это, взял и унес. То есть они растут на своей почве. Но в принципе вы знаете, что изгнание для человека, причем тогда, когда он абсолютно к этому изгнанию не готов. Не тогда, когда он собирается и все-таки решает куда-то переехать, даже тогда, когда ему тяжело, даже под давлением обстоятельств. А тогда, когда просто вдруг с неба сваливается кто-то, кто его заколывает в цепь и выводит неизвестно куда, и в этом неизвестно где он находится. И это, конечно, страшное наказание. Это все равно, что действительно убить человека, потому что, вы знаете, есть мнение в Талмуде, которое говорит, что изгнание является искуплением за все. То есть вот, что бы человек не наделал в своей жизни, если происходит вот это вот настоящее насильственное изгнание, вырывание колосьев с той почвы, на которой они привыкли расти, и перенесение их совершенно в другое место, это такая страшная вещь, что нет таких преступлений, которые бы этим изгнанием не были искуплены. Такая вот есть... А вот эвакуация. Ну, это все-таки, понимаете, люди сами... Бегут. Да. Быстро бегут, бросая все. Да, тоже вообще фактически это... Ты же изгнание. Называется как-то. Да, тоже как-то. А эмиграция вот такая. А вот эмиграция это немножко другое. Потому что человек же едет за хорошей жизнью, он думает, что он едет за хорошей жизнью оттуда, где плохо. Иногда он действительно так и, в общем, приезжает в хорошее место. Мы все в изгнании сейчас. Нет. Или мы в автобусе. Или в эмиграции. Мы в Галуте. Мы и в эмиграции, и в изгнании. Галутный капитал. В данном случае, понимаете, когда человек родился в изгнании, и кушал там вполне неплохо, и кашку, и творожок, и котлетки, и, в общем, так неплохо себя чувствовал. Потом переехал заново изгнание в другое. И опять, между прочим, не пошел по миру с протянутой рукой. Опять у него тоже и творожочек, и то, и сё, и котлетки с пылу с жаром. То есть, это все-таки не голос. Голос – это когда человек жил в каком-то правильном месте, в Эр-ЦСР, в Святой Земле. И его оттуда выгнали. Или даже если он жил в каком-то неправильном месте, в Галуте, в изгнании. То есть, не Галуте, а именно Гола. Правильное выражение мы с вами говорили. Галут – это эпоха, это период времени. И сейчас идет эпоха изгнания. Но слово «гола» – правильно, это не Эр-ЦСР. Галут и Гола – это от одного и того же корня, просто разные понятия. Так вот, не в Эр-ЦСР, Богола он жил, и все было у него в порядке, и вдруг война, и он вынужден был там эвакуироваться срочно, или враги его заковали в цепь и убили. Вот это другое дело. Это называется Галутом. Это даже для него называется изгнанием, хотя он жил не в Святой Земле, не имел, может быть, такого большого отношения к святости, как следовал. Но все-таки это тоже страшная вещь. Это только относится к тому поколению, которое действительно изгнали. Ну, в смысле. Да, то есть, если следующее поколение уже чувствует себя вполне неплохо в той земле, где они находятся, как-то они там обжились. Они же этого не чувствуют. Это какое-какое неискупление получают. То есть, это именно вот этот стресс, эта катастрофа, вырывание человека с корнем из его культурной, национальной, главное, языковой среды. И вбрасывание в совершенно незнакомые обстоятельства, которые он совершенно не собирался, туда не хотел вообще. То есть, это вот, конечно. Вы считаете, что вот когда мы уезжали, то у нас такого не было? Ну, если было, то есть, если, как вы, смотрите, если человек действительно уезжал не потому, что он едет за хорошей жизнью, чтобы было хорошо, а он едет потому, что там кругом националисты с лозунгами и стреляют на улицах, и он вынужден срочно убегать. Вы понимаете, что у меня там жена не работала? Да. Я понимаю. А здесь она была полы в осисти. Нет, так я и говорю. Я говорю, что иммиграция, иммиграция и рознь. Да, то есть, если человек убегает, потому что стало плохо, стало страшно, так это тоже знание. Или те люди, которые в 70-е, 80-е голодали, сидели, чтобы их отпустили в Израиль? Это другое. Это не знание. Это Алияна, наоборот. Это другую сторону. Алияна, это тоже через страдания? Нет, да, конечно. Но это мы о другом говорим. Это то, что эрцесрельник не отбит сурим, что и святая земля, она приобретается через страдания. Это немножко другая история. Мы сейчас говорим о том, что человека вырывают с корнем и ведут туда, куда он не ходит. Или он вынужден ехать. Или, да, ну, допустим, там, Бродского, или Ростроповича. Классик, классик. Человек просто выгоняет. Просто выгоняет. Да не надо Бродского или Ростроповича, я тебе уверяю. Заходит к тебе в кабинет человек и спрашивает, а что твой сын так и бегает над подземным переходом через улицу? А он так и бегал. Всегда. И все. Намек. Да, и все. Тонкий намек на толстые обстоятельства, как у нас это называлось в Советском Союзе. Ну и... Хватаешь ребенка. Я ему говорю, я ему говорю, да мне три дня. Да. И он бегать не будет. Да, пусть он еще три дня побегает, и меня тут не будет. Да, правильно. Все. Разговоры. Это тоже изгнание. Да, это настоящее. Это принуждение. Без разговоров. Это понятно. Вот. Ну, все зависит от личных обстоятельств. Так вот, продолжая эту мрачную тему, посуд Вав говорит. Да, шестой пошел. Венишар, и останется Бог в нем. Олелот. Олелот, вы знаете, это такие отдельные виноградинки считаются. Как отдельные виноградинки. Ке-но-кеф, или просто плоды отдельные. Ке-но-кеф-за-ит. Знаменитое выражение. Как во время обивания, собирания оливок. Шнаем два шло-ша, три, через дефис, да, два-три. Гар-гэ-рим, зернышко. Два-три зернышко. Бэ-рош, на вершине, амир, ветки. То есть, два-три зернышко, наверху ветки. Ар-ба-хамиша. Четыре-пять. Бэ-сэ-и-фэя. На ее нижней части, на нижних ветках. Так. По-ри-я. То, что является плодами. Не-ум, речь Ашам Всевышнего, Элокей Исрея. Бога Израиля. Значит, о чем идет разговор? Для того, чтобы понять, что здесь сказано. Ну, я говорю, через пророка Иша я говорю, мы продираемся. Это очень сложно. Значит, он говорит следующую вещь, которую в Талмуде, слава Богу, нам ясно объясняют. Значит, речь идет о том, сколько останется. От кого? Оказывается, тут вдруг неожиданно. По Талмуду получается, что резкий переход. Сначала говорится вроде бы то, что вот как будут наказывать евреев, да? Изгнание, все, Израиль. А здесь резкий поворот в сторону Ассирийцев. Сколько останется от Ассирийцев, оказывается? То есть, сначала Ассирийцы будут бить еврейцев, но потом сами Ассирийцы погибнут. И сколько же останется от них? И вот здесь мы имеем с вами, значит, спор Рава и Шмуиля о том, сколько осталось Ассирийцев после того, как ангел Гавриэль зашел в гости к стенам Ирушалаева и прикончил армию Салхирида. Значит, спрашивает того, как они считают армия, сколько осталось от них? Рав говорит, первое мнение, что осталось 10 человек, Ассара, Миньян. И это мы уже с вами выучили, значит, и говорили об этом в 10 главе, что юноша может, даже самый маленький мальчик, он может написать, сколько осталось. Как маленький мальчик может написать, сколько осталось? Объясняет Раши, капнуть каплю чернил на страницу, получается буква ю. То есть капли это нет, то есть фактически 10, да, ю означает 10 человек, останется это из пасука из 10 главы. А Шмуиль говорит 9, второй главе. И приводит это наше место. То есть останется у них, значит, столько, сколько остается при сборе, значит, сборе оливок. Это не винограды, это оливы. Ну, оливок на самом деле это отдельные виноградинки. Но в данном случае это слово употребляется просто как отдельные плоды. Так, отдельные плоды остаются. И здесь написано 2-3 наверху и 4-5 внизу. То есть если из всего этого сделать максимальное число, если 2 и 4 это вообще 6, 3 и 5 это 8. Но 4-5 это 9. То есть максимальное число, что можно остаться, значит, на этой оливке, это 9 плодов. И говорит, отсюда учат Шмуиль, что осталось 9 этих, значит, вот, воинов, ну, включая самого Санхирива. И есть вот разные другие мнения, по-разному, по-другому учат пасук. Раби Йошубин-Леви говорит, что их 14, потому что если все, все посчитано. И, значит, Раби Йоха говорит, вообще 5, потому что классика, да. Сам Санхирив, 2 его сына, значит, и Навуходнецар и Навузарадон, которые, 2 будущих вавилонских полководца, которые там еще пешком под стол ходили, совсем были юные. Как в детском возрасте буквально они там присутствовали на этом мероприятии вместе с Санхиривом, так они тоже вроде как остались вживы. Как это с точки зрения хронологии получается, что Навуходнецар и Навузарадон, которые должны родиться гораздо позже, они появляются здесь, это хороший вопрос, мы как-нибудь к этому вернемся, это обсудим. Но, в любом случае, именно из этого стиха вдруг учится, что речь идет про ассирийцев. Только что мы говорили про евреев. Такой резкий переход, причем этот переход казалось бы совершенно ничем не оправданным. Вдруг начинают считать количество этих оливок на дереве, сколько их останется, и почему именно оливок, почему это вообще сравнивается с оливками. Ну, здесь намек, известный на то, что происходит с Гавриэлем, да, то есть мы с вами научили, это тоже здесь абсолютно точно написано, прямо на 95-м листе трактата Сангедрин, что Бог говорит Гавриэлю, ты когда будешь идти наполнять соком, наполнять содержанием плоды, помните, мы говорим, ты заодно зайди и реши проблему с ассирийцем. Такая удивительная совершенно вещь, и мы задавались вопросом с вами, если помните, когда учили царей, как это вообще может быть, ангел посылается на какую-то определенную вещь, ангел может делать только одну работу, ему не дают две инструкции сразу, ему дается сначала одна инструкция, потом другая инструкция, а здесь какая-то непонятная вещь, значит, очевидно, что делать плоды сочными, чтобы они были красненькими, красный цвет, это связано с Гавриэлем, с качеством суда, с качеством огня, теплота, добавление тепла, солнечной энергии, всего, плоды, да, и уничтожение армии Сан-Хирива, это как-то вот связанные вещи, ну, то ли потому, что армия Сан-Хирива все пожирала и вытаптывала, мы с вами говорили, что они там реки вытаптывали конями вообще, это полчища дикое, то есть они не то, что там съедать плоды, и поэтому, если ты хочешь вообще, чтобы эти плоды налились соком и достаточно успели довисеть до своей зрелости, чтобы их в полузрелом состоянии не сожрали просто, то есть нужно обязательно разобраться с армией Сан-Хирива одновременно, то есть это одна и та же тема, то есть дать спокойно созреть плодам до конца, можно только если такого дикого количества прожорливых людей вокруг не будет, и вроде как это связанные вещи, ну, отдельный разговор, но так или иначе, видите, из-за этого еще намек на этих оставшихся представителей армии ассирийцев, он связан с плодами, с оливками, но дальше нам будет чуть понятнее, почему произошел такой резкий переход от евреев к ассирийцам, дальше говорит посолка Зайн, седьмое посолка, очень-очень красивые, глубокие начинаются вещи, которые гораздо проще расшифровать, чем то, что было только что, боем Гагу в день тот, знаменитый начал, то есть в день этого страшного падения вроде как Израильского царства с одной стороны и падения Санхирива, которое за ним сразу последовало, еш-э, еш-э, обратите внимание на это слово, обратит внимание, это слово довольно редкое, мы его с вами встречаем в начале Тора в главе Брайши, «Ва-и-ша-а-шем-э-ле-гэ-вэ-ль-мин-ха-то», обратил внимание Бог на Гэвеля и на его жертву, «Вэль-кайн-бэль-мин-ха-то-ло-ша-а», на Каина, на его жертву, не ша-а, не обратил внимания. Мы с вами, когда это учили, задавались вопросом, это удивительное слово, ша-а, шин-а-ин-гэй, это же в переводе с еврейского языка час, ма-ша-а, который час. То есть получается, что слово ша-а, обращать внимание, глагол обратил внимание, и слово час, просто одно и то же слово, абсолютно одинаково пишется. То есть элемент времени всегда связан с действием человека обратить внимание на что-то. То есть для того, чтобы обратить внимание на объект, нужно обязательно потратить время. То есть как это у нас называется у пророка Иштаменко Шахада, то есть человек задержался на один час, то есть что значит на один час. Час в данном случае это не час, 60 минут, а это промежуток времени. Часто слово час в еврейских текстах используется таким образом. Ну и в русских тоже, калиф на час, например. Это не обязательно, что он становится калифом на 60 минут. Это просто определенный промежуток времени, час. Делаем время потехи. Час, не 60 минут. Вы понимаете? Час, то есть короткий промежуток. В данном случае то же самое, что вот для того, чтобы обратить внимание на какой-то объект, человек, он ша-а, обратил внимание, то есть прошло время. То есть он потратил свое время, определенный промежуток времени для того, чтобы на чем-то сконцентрироваться. Концентрация, связанная со временем. Вопрос в том, говоря. Так вот, в тот день, обратите внимание, а Адам, человек, аль о сейгу, на того, кто его сделал. Любопытные такие откровения. В тот день, когда все это рухнет, и будут такие страшные неприятности, наконец человек начнет обращать внимание на того, кто его сделал. То есть на Бога. Вейнав, и глаза его, эль кедош, к святому Исраилу, Израиля, тирена, на него будут смотреть. То есть глазами будет смотреть на святого Израиля. Давайте мы сейчас прочитаем следующий пасук, потому что первая часть этого пасука, седьмого, связана с первой частью пасука восьмого, а вторая часть пасука седьмого, связана со второй частью пасука восьмого. То есть это вот так вот. А, Б, А, Б. Такая структура. Вот и так. Первая часть пасука семь, то, что человек обратит внимание на того, кто его сделал. Вторая часть, что его глаза будут устремлены только на святого Израиля. На Бога. Дальше пасука говорит. В ло еш е. И не обратит внимания. То есть обратит внимание в первом стихе на того, кто его сделал. И он не будет обращать внимания. В восьмом стихе. Эль амизбеход на жертвенники. Ма асе, дело, я дав рук его. То есть на дело рук своих, на жертвенника, который он понастроил, это было поклонские. Человек прекратит обращать внимания. Теперь вторая часть восьмого стиха, которая со второй частью седьмого связана. Ва аше и на то, как бы, что асу сделали. Эцбео та, его пальцы. Ло ере не посмотрит. Ве а ашеирим на кумирное дерево. Ашеир, вы знаете. Ве а хамоним и на солнечники. Хамоним это слово, между прочим, история. И даже из недельной главы. Такой у нас удивительный, потому что редчайший асу. Хамоним. Означающие образы солнца, сделанные для его поклонства. А слово хамо. Хамо это солнце. Хамоним это солнечники. Они их ставили на крышах, поклоняясь солнцу. Теперь о чем идет разговор? Очень четко и здорово все это раскладывает. А, Б, А, Б. Эту структуру Мальбина. Мальбин говорит очень понятные, простые вещи. Потому что два вида делопоклонников классические существуют. Те, которые полностью отказываются от Бога, и те, которые не отказываются от Бога, ставят между собой и Богом посредника. Известная история. Мы неоднократно об этом говорим. Значит, про первых сказок, которые полностью отказываются от Бога, что в тот день, наконец, люди начнут обращать внимание, после всех этих страшных событий, чудес, этого разрушения, уничтожения армии Санхирива, да? То есть люди начнут обращать внимание, белопоклонники, плохие люди, начнут обращать внимание на тех, кто их сделал. То есть они зададутся вопросом, все-таки, откуда я взялся, что меня не в капусте нашли, а у моих родителей своя причина, а у той причины своя причина. И где-то есть первая причина, то есть они обратятся к Богу. Значит, а вторая группа товарищей, которые, значит, не отрицали Бога, они просто ставили между Богом и собой каких-то посредников, они, как написано во второй части седьмого стиха, будут направлять глаза только на Кедоши Свет. То есть они не будут смотреть больше на посредников. Теперь очень интересный Мальмир продолжается и говорит, что в первой части восьмого стиха снова говорит о тех людях, которые сначала полностью исключили Бога. А где мы видим, что они его исключили? Мы видим это в том, что они построили жертвенники идолопоклонские, и на этих жертвенниках приносили всяческие дары другим богам. Потому что человек, который знает о существовании Бога, он, в общем-то, понимает, что ему надо единому Богу служить. Другой вопрос, что он может это делать через каких-то посредников, оказывать уважение этим посредникам, даже где-то им поклоняться. Но а вот служение, то есть прямо строить жертвенник этим посредникам, это редкий случай, реже, гораздо реже, чем когда человек просто считает, что вот это Бог, ему поклоняется и поэтому строит ему жертвенник. Абуда – это служение или труд? Абуда – вы знаете, что это слово, которое претерпело трагические изменения во время своей судьбы. Сначала слово «абойда», «абуда» означало и труд, и работу, и служение. В смысле еврейском, в первом смысле, конечно, «абуда» – это служение. Абуда – это ашем, служение Бога. В современном моменте еврейской истории, когда Бога отменили, и служение Его, соответственно, тоже, «абуда» стала трудом, работой. И партия Абуда, как вы понимаете, – это израильская рабочая партия. И это, понятно, что никак не связано со служением Богу. Но если связано, то очень-очень опоследованно. Очень-очень опоследованно. Очень трудно найти, как оно там связано со служением Бога. А слово «ише» – это «иша»? Нет, нет, нет. Не имеет значение? «Шиаин», буква «аин», никакой женщины тут нет. «Ише» обратит внимание, а слово «ша», «ша», «а» обратит внимание, «иша». Я обращаю ваше внимание тоже, так сказать, пытаюсь обратить ваше внимание на одну хитрость. Смотрите, как тут сформулировано. Все время слово «иша» стоит рядом со словом «аса» – «сделать». Смотрите, человек обратит внимание на того, кто его сделал. Так, во-первых, «иша» – «адам» – «аль-осеву». Корень «ша» – «а» и корень «аса». Дальше. В следующем, восьмом стихе. Человек не будет обращать внимание на жертвенники, которые сделали его руки, и на то, что сделали его пальцы, то есть, сделал его сам тоже, не будет смотреть на всех своих кумирных деревьев и на свои солнечники. То есть, просто в скобках, чтобы закончить предыдущую мысль, что вторая часть восьмого стиха говорит о тех людях, которые просто выставляют посредников между собой и Богом, так они этих посредников уберут, да? То есть, они не будут вообще смотреть. Служить-то понятно, они ему не служили. Они будут даже смотреть на эти кумирные деревья и на солнечники, то есть, не будут им оказывать специальное уважение, не будут обращаться к ним. Очень важно не обращаться в молитвах посредников. Вот. И это то, что здесь написано. Но везде, смотрите, даже в первой половине восьмого стиха тоже, не будет обращать внимания на жертвенники, «ма-асе» – дело рук его. Все время глагол «ша-а» и глагол «аса». Понятно, что здесь фокус. Потому что эти глаголы, как вы понимаете, практически из одних и тех же букв состоят, только «шин» и «син», которые, в общем, у одного точка справа, у другого слева. «ша-а» – это «шин» айн-гейн. «А-са» – это «айн-син-гейн». То есть, фактически, в этих глаголах просто буква с тремя головами и буква с двумя головами. Айн и шин переставлены местами. И я вам сейчас тихонечко расскажу, что мне рассказали умные люди на эту тему. Потому что, конечно, тут, как говорится, сам милый мой хороший не догадается. Тут нужно обязательно спросить у товарищей, которые сведущие в этих вопросах, в этих комбинаториках каббалистических. А с чем идет разговор? Оказывается, что корень глагола «обращать внимание», «концентрироваться», и корень, собственно, словом «час», короткий период времени, да, это «шин» айн. То есть, это сначала три элемента, буква с тремя ветвями, и потом айн. Буква с двумя металями. А корень глагола «делать», то есть, не останавливаться и обращать внимание, да, то есть, не теоретизировать, а практически исполнять. Это наоборот. Сначала две, а потом три. О чем идет разговор? Оказывается, тут эти две буквы символизируют два подхода, на самом деле, к реальности. Первый подход к реальности связан с тремя ветками. Что это такое? Мы с вами знаем, что буква «шин» намекает на три стороны. Правая, левая, центра. То есть, есть правая сторона, дающая левая, отнимающая, и гармония между ними. То есть, что у человека в голове? У него в голове представление о гармонии. Потому что он же в данном случае не действует. Первым делом, в слове «обращать внимание», в слове «время», «концентрация» такая, да, во времени, там стоит буква с тремя головами. Это означает то, что человек представляет себе совершенную ситуацию. Есть правая, левая и середина. Что следует дальше за этим? Значит, он обратил внимание, и после этого, разумеется, когда он обратил на что-то внимание, он как-то пытается действовать. После этого. Потом. Так, чаще всего, к сожалению, если он сначала представил себе совершенство, а потом пытается его воплотить, у него ничего хорошего не получается. Вместо буквы с тремя головами появляется буква «Айн» с двумя. Что это такое? Это буква, которая выражает противоречие. Тут нет середины, нет центра, нет гармонии. Гармония пропадает. Третья ветка пропадает. То есть тот момент, когда ты представляешь себе совершенство, когда ты еще ничего не наломал, никаких дров, ничего еще не делаешь. Совершенство еще есть. Хотя бы в твоих представлениях. То есть ты хотя бы можешь представить себе, как это. Когда ты начинаешь что-то делать после этого, когда ты начинаешь что-то делать после своих представлений, ты уже попадаешь в ситуацию противоречия. Есть правая и левая. Тебя то туда, то сюда. у тебя уже нет центра, гармония исчезает. Человек начинает разваливаться на части. В слове «аса» делать корень выстроен по-другому. Человек начинает действовать. Сначала начинает действовать. И это на самом деле наши методы. «Асэ» вынишма. Сначала мы делаем, потом начинаем думать. Почему? Потому что сколько бы ты ни думал, не представлял это совершенство, в итоге ты попадаешь в ситуацию противоречия. Две ветки, одна с другой стороны, другая с этой стороны. Тебя разрывает на части это все. Ты не можешь воплотить совершенство, которое ты представляешь себе. То есть у тебя в любом случае возникает когнитивный диссонанс. Диссонанс между тем, что ты представлял, и тем, что ты в реальности. Это тогда, когда ты обращаешь внимание. Когда ты пытаешься идти от теории. от представлений. А когда ты начинаешь делать, что происходит? Сначала тебя буквально право-влево, такие проблемы идут. Но постепенно ты идешь методом проб и ошибок и доходишь до этой буквы «шин», в данном случае «син», с тремя ветками. То есть ты достигаешь совершенства благодаря практическому труду методу проб и ошибок. То есть вот в кабинетной тиши сидеть, придумать чего-то и потом уже пытаться дойти до этого совершенства оказывается гораздо тяжелее, наоборот, очень тяжело дойти до совершенства, воплотить то, что ты представляешь себе. Чем начать действовать? И в процессе действия такой вариант, такой вариант, так сказать, методом, именно практическим, лабораторным методом двигаться к тому шину, который является искомым, где есть и правый, и левый, и центр, где есть гармония. Это вот два слова, которые одно говорит про теорию, обращать внимание, раздумывать, а другое говорит про делать, про действия конкретные. Так вот, они здесь стоят рядом, тоже показать нам эту игру, понять. Разумеется, совершенно не ясна идея Мальбима в отношении второй группы товарищей. Это как это так, что человек, имевший кумирные деревья и солнечные изваяния, что он им не служил, а что при этом служил Богу? Оказывается, были такие белопоклонники, которые считали, что они именно Богу служат, когда они используют этих посредников. Здесь Мальбим пишет очень любопытный текст. Он говорит так, что они просто ставили этих идолов, эти кумирные деревья перед своими глазами, чтобы видеть их во время своего служения, чтобы эти предметы стали посредниками между ними и Творцом. Ну, Мальбим живет в сложное время. Он уже видит, что даже в еврейской среде появляется идея очень опасная, идея посредничества между человеком и Богом. И поэтому Мальбим очень-очень осторожно, но практически вообще ни на что такое не намекая, все-таки эту идею проводит. И говорит, есть такие вот интересные люди, они служат Богу, то есть серьезно, по-настоящему. Они, не дай Бог, не считают, что или Бога нет, или что он бросил этот мир, отстранился, ничего подобного. Они служат Богу, но они не могут ему служить напрямую. Беда в том, что им обязательно нужно перед собой кого-то или что-то поставить и на него смотреть в момент, когда они служат Богу. И что же происходит? Ну, что, смотришь и смотришь. Что ты на него смотришь? Я вот на него смотрю не потому, что это Бог, а потому, что он мне поможет. Он между мной и Богом. То есть до Бога далеко. А до польского пана близко, знаете, да? То есть до Бога далеко, и поэтому надо кого-то все-таки между мной простыми человеком и Богом поставить. Будь то человек, будь то кумирное дерево, будь то солнечное изображение. Кого-то между мной и им поставить. При этом я, конечно, не считаю это божество, но я считаю это посредником наших отношений. Что я фактически делаю? Фактически я, конечно, не приношу жертвы этим идолам, но что я, например, к ним обращаюсь? То есть я их прошу о заступничестве. Вы знаете, это очень распространено, например, в христианской среде, что обращаются ко всяким там духам святых, почившим в Бозе, молятся им, да? То есть это, в принципе, кажется людям святым актом, что они ничего плохого не делают. На самом деле, вы знаете, что с точки зрения наших ценностей это огромнейшая ошибка. И это тоже называется целопоклонством, потому что человек обращается в своих так сказать духовных просьбах, адресует свои духовные вопрошания кому-то. Не тому, кому надо. И туда обращаться ни к коем случае нельзя. Из-за этого мы с вами как-то говорили, чтобы было целое движение среди раввинов, которые с огромным недоверием относились к каббалистам. Потому что каббалисты же они все время говорят про эти уровни, про качество. И простой еврей, который услышит краем уха, что какой-то один другому рассказывает, что когда ты произносишь вот это имя в молитве, ты имеешь в виду вот это. Когда ты произносишь вот это имя в молитве, ты имеешь в виду вот то. У такого, знаете, неискушенного слушателя может возникнуть очень тяжелое впечатление от этого. Они вообще к кому? Кому служат? Кому они обращаются, эти мистики, так называемые? И поэтому есть, вы знаете, в в ответе рабинин это страшные слова, он говорит, что есть такие мнения, он говорит, я от одного философа большого это слышал, что христиане поклоняются троице, а каббалисты десятирица. Беда, катастрофия, это пишет один из величайших наших законодателей. То есть в том плане, что если человек неправильно понимает вот эти вот уровни, десять уровней, если действительно считает, что Господь Бог это такой десятичлен, многочлен, то это реально не просто какая-то ошибка, это катастрофа, глобальная духовная катастрофа в жизни отдельно взятого человека, который обращается не к Богу, а к десятичлену какому-то. Кто это? Как насчет стены плача? Как насчет стены плача? Понимаете, у нас, когда страна прикажет быть героем, то есть идол, у нас этим героем практически становится любой. То есть при желании превратить в идолопоконство можно все. Вы знаете, Гидон далеко за пределы уходить, например, уходить не надо. Великий герой, судья еврейского народа, который победил медьянитя в тяжелой войне, избегал конфликтов со своими соседями с коленой правил. Он значит, единственное, что он попросил после Великой Победы над медьянитянами собрать носовые кольца, кольца в носах, которые медьянитяне носили, у них такое было украшение, они все ходили с кольцами в носах, от этих медьянитян снять эти носовые кольца и отдать ему в качестве военного трофея. Что он с ними сделал? Он изготовил из этого золота такой вот типа щита или золотой фартук такой огромный, который стоял где-то в его семье и напоминал о Великой Победе. Чем дело закончилось, понятно. Что как только Гедон умер, один, другой, евреи постепенно подумали, что надо все-таки этому великому предмету оказывать уважение. И начали оказывать ему уважение. То есть выдалопоклонство превращается при желании. Практически все, любое предмет, я уж не говорю про людей. То есть если найти правильного раввина, такого, знаете, харизматичного, из него сделать посредника между человеком и Богом, ну, конечно, нужны деньги, потому что раскручивать надо все это, понимаете, это серьезный проект. Делать из раввина посредника между человеком и Богом на это нужны средства. Но если средства определенные есть, понимаете, если они, если средства есть, то технология так легко и уже качественно отработана, что тут, так сказать, вообще ничего не надо, даже не надо писать бизнес-план. Потому что уже все давно и написано, и сделано. То есть это все делается очень легко. поэтому то, что здесь говорится, это большая-большая неприятность в Мангелии. Он говорит, что вот это вот называется то, что они сделали своими пальцами. Очень странно. То есть жертвенник в предыдущем стихе, то есть в предыдущей фразе, говорится, что сделали руками масса ядов. то есть те идолопоклонники, которые вообще Бога исключили, то есть ну настоящие, без этих всех прибамбасов. Обычные, нормальные люди, которые у них свои боги, у вас свои, до свидания. Они руками сделали, говорит пророк Иешаев. А эти сделали пальцами. Почему? Потому что руками это более грубая работа, это как взял топор, а пальцами это очень тонкая работа. Пальцами делается, знаете, такая гораздо более деликатная, с подробностями вещь. Именно пальчиками они. Что это же пальчиками. Что тот идол, которого делала предыдущая компания, которая отказалась от Бога, и те жертвники, это грубая работа. Это дураки какие-то, которые вообще не понимают, что мир единый, что есть единый Бог, поклоняются там этому и тому, и всем. Эх! Грубая работа. Делана руками. А тут эти посредники, они делаются пальчиками. Это очень тонкое искусство сделать правильного посредника. Но даже это тонкое искусство, как было выше сказано, замечательно уже отработано, все это прекрасно умеют делать. И сейчас, так сказать, как только возникает социальный заказ, а он возникает, потому что до сих пор очень многие люди к огромному сожалению. Но не могут они непосредственно обращаться к Богу. Вот эти вот рекомендации пророка Ишаягу почему-то прошли мимо них. Ну, вы понимаете, что это рекомендует не только и не столько пророк Ишаягу, это рекомендуется в Торе, это везде написано, что нельзя ставить никаких посредников. Но в данном случае, видите, вот он говорит, что вот в тот день, когда всех побьют и порежут, и когда вот эти вот представители, замечательные, израильтян, вести колено, будут в цепях идти Василий вот тогда, в тот день, они начнут задумываться. Те, которые вообще поклонялись Бог знает кому, неизвестно чего, они обратятся к Богу и прекратят думать про свои жертвы. А те, которые ставили между собой и Богом посредников, тогда, когда их будут гнать в цепях, они поймут и свою ошибку тоже. То есть, человек понимает свою ошибку тогда, ну очень часто, это бывает к огромному сожалению, когда его жизнь полностью разрушена. Тогда он задает себе вопрос, а почему моя жизнь разрушена? Значит, я что-то делал не так. До тех пор, пока его в цепях не тащат, в Ассирию, он может не догадаться, что он сделал что-то не так. Вот. Дальше и больше. Спасу в 9-й. Тет. Боем, Гаву, в день тот, егью будут арей города Меузон, его мощи. То есть, мощные города типа Шамирона. А вы знаете, Шамирон три года же, три года осаждал Санхириев, между прочим. Мы об этом редко вспоминаем. Это же было страшное дело. Санхириев, величайший завоеватель, который буквально топтал просто города на своем пути. Он стоял вокруг Шамирона три года. Года, пока он его взял. Шамирона. Санхириев, столица Северного Царства. Вокруг столицы Северного Царства он стоял, топтался, три года не мог взять город. Как евреи, понимаешь, держали оборону со страшной силой. Так вот, эти вот укрепленные города, они будут в итоге Каазуват, как оставленный Ахореш Вега Амир. Кто такие Ахореш Вега Амир, это очень тяжело понять. Ну, Хореш, в принципе, действительно, слово означает лес. Это редкое значение. Мы знаем, есть слово Яр, очень известное слово, но в данном случае пусть будет лес, да, есть такое значение у слова Хореш, как оставленный лес. Что такое Амир, это очень хороший вопрос. Значит, Раша объясняет, что это тоже лес. Только это какой-то другой лес, просто, видимо, более редкий, где мало деревьев. О чем идет разговор? То есть два вида, так сказать, здесь оставленных городов. Есть маленький город, он как маленькая роща, в которой немного деревьев. Есть большой, крепкий город, который как большой лес. Так вот, эти города, они будут наконец-то напоминать в действительности лес. Как мы говорим, вызываем Манхэттен, например, каменный лес или железный лес, да? Что значит лес? Потому что человека не видно, да? На самом деле, фокус в этой метафоре в том, что ты смотришь на это нагромождение, колоссальное нагромождение зданий, и там вообще нигде не видно никаких людей здесь. Потому что для того, чтобы увидеть людей, надо туда попасть. Да? Например, если ты смотришь с другой стороны реки, да? Ты должен туда попасть. И у тебя вся панорама застилается этими торчащими, железными, замечательными, блестящими на солнце силуэтами домов. То есть это вот как будто такое безжизненное космическое, что ли, такое нагромождение предметов. Так же и лес. Мы зайдем в лес, мы видим, что там люди там не водятся. Ну, звери каких, может, там водят, но людей там нет. Люди в лесу не живут, они живут в городе. И поэтому вот говорит пророк Ишиау, что этот шамирон, когда его возьмут, он будет как лес. Большой город, в котором много домов и вообще нет людей. Мы помним с вами, что сначала был такой небольшой период времени, когда действительно эра Цисраильна, святая земля, в северной части была совершенно опустошена. Там вообще никого нет. Довольно быстро туда привели этих самаритян, знаменитых, добрых самаритян, заселили всяких неевреев, Кутин, так называемый, из разных мест, нагнали их туда, чтобы были. И в итоге, значит, они как-то так более или менее приняли геюр, непонятно почему, то ли потому, что они боялись диких зверей, то ли действительно в итоге их вычеркнули из состава еврейского народа. Но этот город был гораздо позже самаритян, потому что они оказались идолопоклонниками. Но был период, когда их еще не было там. И вот Шамерон, и все крупные города, в которых жили израильтяне Северного царства, они были вот как такой лес, каменный лес, пустой, без людей. Довольно страшная такая метафора. Ашер, который Азву оставили мипней из-за бней Исраэль, сынов Израиля. То есть это очень такое жесткое и точное определение пророка Исшаева. Не то, что их оставили сыны Израиля, из-за сынов Израиля. То есть они сами во всем виноваты, их поведение привело к тому, что их оттуда выгнали. Потому что как вы прекрасно помните, еврейский народ был предупрежден перед тем, он зашел в Святую Землю. Что если он в Святой Земле будет вести себя неправильно, вот туда выгодите. Он был предупрежден заранее в нашей недельной главе мы читаем проклятие Паша, вот, да, страшный отрывок, где как раз это написано. Что если тебя туда пускают, это не означает, что там можно делать все, что ты хочешь. Более именно тогда, когда тебя туда пускают, ты там должен вести себя особенно внимательно и особенно осторожно. да, ве айта и будет шмама. Вот оно, ключевое слово, шмама. Это самое сильное, самое важное еврейское слово, которое означает полное опустошение. мы с вами никогда не говорили о том, из чего состоит это слово шмама. Шмама это как ама? Ама? Нет, шмама. Вот, шмама, но последнее слово. Я вижу. Это именно опустошение. Шамем это опустошение. Такой корень. Шин, мем, мем. А у нас тут переводится пустошение. Пустошение тоже годится. Но в принципе шмама это что такое? Это когда что-то было и причем было много чего-то. И потом вообще такое впечатление, что его там никогда не было. Обращаю ваше внимание на удивительный факт, что слово шмама состоит из двух слов как бы шем ма. Шем это имя. А ма мем это как вы понимаете одно из ключевых каббалистических понятий, означающих тоже имя Всевышнего и 45 ма. Мема третье. Слово Адам человек это так сказать активное мужское начало в том случае, когда оно идеально соединено с женским началом. Когда оно вместе. Ну или даже если не говорить про то, что оно вместе, это активное сильное мужское начало. И вдруг такие два прекрасных слова. Слово шем или в крайнем случае там можно сказать шам там и слово ма. Будучи соединенные вместе, они образуют слово полное опустошение. Что это мы должны из этого видеть, мы должны из этого видеть, что такие вещи происходят в результате прямого вмешательства свыше. Слово шмама намекает на имя Творца опустошение, потому что тогда, когда такое производится, тогда, когда цветущий край превращается в пустыню, это делается по санкции сверху. Абсолютно только по санкции сверху и никаким другим способом. Дальше посух Юд говорит, потому что ки ибо шахахт ты забыла очень интересно в женском роде вы знаете очень часто к еврейскому народу творец обращается как к своей жене, так сказать, как к женскому началу. ты забыла элокей бога ешэх спасение твоего. То есть ты забыла бога, который тебя спасал вецур и скалу твердыню маузех мощи твоей. То есть есть бог, который тебя спасает, есть твердыня твоей мощи. То есть цур это скала, да? Цур скала, да, совершенно верно. То есть с одной стороны творец спасает человека тогда, когда ему плохо, с другой стороны дает ему силу, когда ему хорошо. Оба этих момента связаны с богом. Иногда бывает, что человек помнит хотя бы одну из этих двух ролей. Помнит, например, о том, что творец может его спасти и в плохой момент обращается к нему. Или, например, когда плохого момента нету, он помнит добро и благодарен богу за то, что он дает ему силу. То есть может быть хотя бы одна из этих двух вещей. Но израильтян, понятно, не было ни того, ни другого, десяти колен очень часто. Поэтому это главная причина. Ло, Захар, не вспомнила ты. То есть обратите внимание, полностью забыла бога, который тебя спасал и не вспомнила скалу твоей славы. В чем дело? Захар это мужчина. Захар это мужчина и Захар это вспомнил. Мы с вами говорили что чем более ослабляются мужские, ну самые простые, первостепенные мужские качества мужчины, тем одновременно больше ослабляется у него память. Как нас учат каббалисты здесь, что слово Захар мужчина в смысле в самом-самом простом смысле мужчина, оно и Захар вспомнил. То есть память это тот же самый корень, то есть чем дальше, чем мужчина слабее, тем соответственно слабеет у него и вот этот вот аппарат То есть не имеют ввиду его физические способности мужские, а имеют ввиду интеллектуальные, потому что память связана с интеллектуальными способностями. То есть при одрехлении, постепенном ослаблении физических способностей одновременно ослабляются и силы памяти. Память не связана с интеллектуальными Не обязательно совсем. Есть дряхлые люди с прекрасной головой. Вот, бывает, все бывает, но это специальная брахва, это особенность. Правильное развитие сюжета, когда он живчик, и он все помнит. Постепенно вот это вот... И одновременно с этим уходит и острота памяти, крепость держать вот это все в голове, способность запоминать. А вот мудрецы, которые дожили, да, и дряхлые физически, да. Может, они не были, да откуда мы знаем. Нет, да, нет. Это люди, которых там за ручку Господь Бог водит. Понятно, что он им там делает все, что они говорят, и сохраняет им то, что им надо сохранить. Мы говорим про нормальных людей, вроде нас с вами. Это же понятно. Я видел, как раб Ильешев, раб Ильешев, шелом с благословленной памяти, 97 лет было человеком в этот момент. Ему уже тогда. Он сидит, к нему зашла большая семья, у которых был траур. И начали задавать ему вопросы, галактические вопросы по законам траура, самые разные. Переклестный допрос. Отсюда, 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 отсюда. Пум-пум-пум-пум-пум. Единственное, что ему иногда трудно было расслышать. Ему внук громко повторял это на Ильдиш в ухо. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Без книжки. Это фокус был, понимаете? Это просто не надо никакого цирка, в самом лучшем смысле этого слова. Как человек в 98 лет такую вещь теряет? Загадка. Понимаете? Пум-пум-пум-пум. А что? А, да. Можно, нельзя. А это вот так. А тут надо сделать так. А вот как? Непонятно. Это просто. И за ними там смотрят. А физически дряхнули? Ну, конечно. 98 лет ему было. Ну, что уходи. Но есть люди и физические. Да. Есть, которые молодцы. Вот, например, у нас, дай бог, за ровер и мыши Штернгу. Главная голова бодаться. Гениальный знаток Тора. То есть, в его возрасте, как он голос тот. Богатцы или богатцы? Бодатцы. Давайте не путать, не путать эти двери. Я умоляю вас. Давайте мы никогда не будем это путать. Не будем. Потому что богатц, он через букву Г. И этим все сказано. Да? Чем мы с вами никогда не... Это очень легко запомнить. Богатцы через Г. И этим все сказано. А вот бодатцы, он совершенно через другую букву. Бэддинцэнэк. Это, значит, этот самый... Равинский суд справедливости. Да? Главный Равинский суд Ашкеннадский в мире. Так вот, Ромоша, он... Он... У него голос страшной силы. Такой, знаете? Когда вырывается такое срычание человеку. Сейчас уже за 90-е. Хорошо. Вот. Так он страшной силой совершенно. Огромный страшный человек. Все его боятся, там, весь Иерусалим. На самом деле, он очень добрый, но так считает нужным. Обязательно запугивает всех вокруг. И это, наверное, правильно. Даже не расслабляли себя. Вот. Так, короче говоря, это то, что здесь написано. Что ты забыл Бога, который тебя спасал, а твердыни своей силы не вспомнил. Это очень важно. Забыл и не вспомнил употребляется очень точно. Значит, про спасение со стороны Бога написано именно забыл. Почему? Потому что нормальный человек об этом помнит. Это трудно не помнить. Потому что когда тебе плохо, это нормально, что ты вспоминаешь про Бога. И это более такая плохая и неприятная ситуация, что человек, когда ему плохо, вдруг забыл про Бога. Когда все вспоминают. И поэтому написано забыл. А вот про того, который скала твоей силы, то есть когда у тебя все нормально, тебя просто поддерживают силы, ты не вспомнил написано. Не написано забыл. Как будто что-то плохое, просто не вспомнил. И это как раз более нормальная ситуация. Когда человеку хорошо, когда у него много сил, он про Бога не вспоминает чаще всего. И поэтому это более обычная такая формулировка. Аль-кен. Поэтому. Тит-и, ты была посажена, то есть как посажают в землю, в росток, нит-эй посадками на аманим, приятными. То есть как Раши объясняет. Как же это могло случиться? Что от такого чудесного корня, как 12 колен Израиля, произошли такие неприятные всходы. От 12 колен Израиля выросли вот эти вот люди, которые прошли через пустыню, получили твору на горе Синае, вошли в святую землю, видели все чудеса, и через пару поколений начали такое творить, что волосы дыма. Как же так? А где все гены? Где все вот эти вот корни потрясающие от 12 колен? Уз-мурат и ветку за чуждую, тизрену посеяли вы. Посеяли вы. Что это такое? Как здесь в одном из вариантов объясняет Раши? Речь идет про смешанные браки. То есть речь идет о том, что правильный ответ на этот вопрос. Ой, а как это получилось, что от такого прекрасного корня произошли неправильные всходы? Потому что какое-то количество приличное, довольно большое, идолопоклонников оставили на территории святой земли. Как мы с вами неоднократно говорили, потому что евреи не очень хотели сами работать на своей земле, копаться в ней, не хотели больше заниматься, как это обычно бывает, интеллектуальным трудом. То есть пока я играю на скрипке, представитель другого народа за окошком с тяпкой, и это как-то более-менее выглядит привычно, скажем так, да? Так это хотели сделать. И сделали. Предупреждали, что этого делать ни в коем случае нельзя. Вот где-где в святой земле евреи должны сам заниматься своим тахат инатовы, тахат гафно, под своей смоковницей, под своей виноградной лозой. Сам должен под ней сидеть, а не посадить мексиканского товарища. Это не наша ряда. Но тем не менее, их оставили, они еще платили за то, что им дали возможность там остаться, за то, что их не обижали этих идолопоклонников. Они еще платили налог большой. То есть еще и кровь с этих идолопоклонников сосали. То есть евреи организовали, по-моему, с экономической стороны. Все очень здорово. Но постепенно оказалось, что рядом с тобой, в соседней деревне, прямо вот видно из твоего окна, праздник жизни. У тебя тишина. Ничего не происходит. Все чинно ходят по улицам. Гучады, гучады. А там за околицы, буквально за околицы. Именины сердца. Девки хороводы водят, танцы, песни. Ну как это? Сколько можно сидеть здесь? Так вот. И не пойти за околицу. Ну один шаббат. Ну десять шаббат. Ну двадцать лет. Но следующим поколением уже просто... Как ты удержишь? Оно пойдет к девкам за околицы. Вот этот вот момент с девками за околицы. Приводит рашей. Что как это так получилось, что из таких прекрасных корней, из двенадцати колен, такое выросло, что теперь ассирийский царь Санхирин в кандалы заковал и василил нам. Что же случилось? А вот что с ними случилось. Они оставили этих одолопоклонников, в частности, девушек. И с девушками немножко того. Перемешивались с этими девушками. Периодически брали их себе в качестве просто девушек, периодически каких-то в статусе жен даже они оказывались, эти девушки. То есть некая ассимиляция. Понятно, что нам не пишут, допустим, в книге царей об этом напрямую. Там есть о чем написать. Ладно бы ассимиляция, люди становились одолопоклонниками, но мы должны понимать, что они часто становились одолопоклонниками и через это дело это написано в Талмуде прямым текстом. Вы помните, что евреи написано в Талмуде никогда бы не поклонялись идолам, если бы Всевышний разрешал распутство. Если бы Творец разрешил девушку за околицы официально, то тогда бы не нужно было никакого одолопоклонства. Что происходило? Происходил уход в другую религию, потому что вообще не быть ни в какой религии тогда было как-то неприлично. Человек менял религию, теперь просто у него другой бог. Это не то, что он такой неприличный человек, никакой, не дай бог, атеист какой-то, человек без принципов, без системы, еще с какой системой, просто другая система, которая, вот так получилось, случайно, разрешает девушек. Вот та предыдущая синагога, в которую я ходил, она мне девушек запрещала, запрещала мне ковырять носом. А вот эта новая синагога, куда я пришел, она бы же ничего не запрещала. И поэтому я буду выходить в эту прекрасную новую синагогу. И эту новую синагогу фактически они себе и построили. То есть вот это делопоклонство, которое покрывало собой всю территорию десяти коллег, оно было связано, к сожалению, на очень большой процент именно с этими соседями дикарями, с которыми хотелось иметь досуг. Я понял. Последняя буква. Да, я понял, о чем вы... Я знаю, я тоже в курсе, о чем вы грустите. Я тоже об этом грущу. Так вот это вот то, что происходит здесь, это вот эта чужая ветка, говорит пророк Ижаян. Вы виноваты в том, что вы на эти чужие ветки постоянно пялились и пытались их к себе присоединить. Дальше посух Юталиев говорит «Беем в день нит-эф посадки твои». То есть тот день, когда тебя уже вот-вот посадили на святой земле. Те-сак-сэ-ги. Смотрите, какое слово удивление. Те-сак-сэ-ги. То есть ты, Раша говорит, запуталась. То есть ты запуталась, обращение к еврейскому народу, в женском роде, запуталась в тот же день, как только тебя посадили. Потому что как только еврейский народ попал на святую землю, уже возникла эта идея. Не про девушек, а про рабов. Таких черных. Потому что, как вы понимаете, они все от хама происходят, эти канавцы. То есть чтобы черные люди работали у меня на блантанском. Эта гениальная, простая идея, она возникла уже тогда. у вабоке и утром, то есть имеется в виду, что только начинается рабочий день, и ты уже бежишь зар-эр, твое семя, та фрихи, ты заставляла расцветать. То есть очень торопились все это организовать. То есть буквально в тот день, когда посадили, уже начали запутываться, обрабатывать это, чтобы оно лучше росло, с этими идолопоклонниками, соседями. Утром сели свое семя, чтобы оно расцветало, имеется в виду то семя, которое отдавали этим девушкам нехорошим. И в результате Нед, Кацир, стала жатва, Нед это как стена, яркая метафора. Стена жатвы, то есть тогда, когда стеной один за другим идут эти люди-косари и начинают это все срезать, даем Нахала в день овладения, то есть фактически в день тогда, когда ты хотел овладеть своими выросшими колоссиями урожая, получил что? Ухеев Ануш. Обращаю ваше внимание на это выражение. Боль Киев, который Ануш. По словам. Ну, это очень интересное слово Ануш. Вы знаете, что слово Энож, которое пишется абсолютно так, означает человек. Человек, да. Ануш. Мы с вами говорили, что это слово очень грустно, потому что оно напрямую связано с корнем забывать. Забывать. Забывать или забивать? Забывать. Нашани Элуким Этскол Амали. Говорит Иосиф, дал мне забыть Бог всю мою страдальческую работу. Метколь Бейтаме и дом Майвата. Мы с вами говорили, что слово Ануш человек, оно происходит от этого корня забвения, то, что известно в основном про человека, любого нормального обычного человека, то, что точно, что его забудут, что он постепенно утонет в этой без незабвения. и от этого слова забвения образуется глагол, как бы такой очень странный, который как раши объясняет, что эта боль, она запутывается в плохой болезни, то есть она становится такой необратимой, такая отчаянная, ужасная боль, боль, которая как процесс забвения, абсолютно необратимая, необратимая, страшная, отчаянная боль. Это то, чем заканчиваются все эти эксперименты с дикарями, которые вокруг остаются. Почему? Потому что еврейский народ ведет себя, как эти дикари, и в итоге пропадают. Когда-то мне сказали ужасную вещь, что те десять колен, которые угнал санхириев, мы же знаем, что есть меньший эйнатидим лакзор, что они в будущем не вернутся. То есть у нас есть часть небольших десяти колен, которые вернул пророк Ермияу. Это известное дело, он за ними ходил и вернулся немного. И мы с вами говорили, что это был последний всплеск перед смертью, когда царь Ешияу, тот великий царь, который совершил раскаяние, святых, и после этого уничтожал всех идолов на территории святой земли, он недолго, совсем, несколько лет царствовал над всеми коленами. Это был такой последний всплеск здоровья перед смертью во времена первого храма. Но основная же часть этих колен пропала. И вот эти бесконечные поиски евреев и там, и там, и пуштуны, и кто объявляет этими самыми потомками эти десяти колен. Бесконечно. Всю историю продолжается. Мне показывали вот на эти два слова пророк Ишайя, про них же разговор, про десять колен, что вот в этих словах мы видим совершенно ужасную вещь, что это бесполезный поиск. Потому что это боль, которая с нами случилась, это потеря огромной части еврейских семейств, она называется Ануш, то есть связанная со словом забвения. То есть они просто вот все эти люди благодаря тем страшным ошибкам, которые они совершили, они в основном, их большая часть погружаются в забвение. То есть найти их уже будет невозможно. это совершенно необратимая боль. Это относится к коленям или вообще к каждому человеку? каждый человек будет забвением. Это да, но это индивидуальный момент. Есть люди, которые помнят. Да, есть, конечно. Да, но семьи остаются, понимаете, остаются роды, да, люди носят эту фамилию, они продолжают все это, да, то есть это совершенно другой разговор. Здесь речь идет о потере не людей отдельно, целых огромных домов, колен Израиля. Небольшая часть какая-то там осталась, она растворилась среди остальных, да, но в основном эти огромные семьи. Йосеф, понимаете, что самое ужасное. Йосеф отца один, его потомки, потомки величайшего из великим, человека, который на своих руках буквально вынес весь еврейский народ, кормил в Египте все. Менашея и Фрая. Все. То есть, чуть-чуть там пророк Ирмиява немножко их привел, они там растворились в колене Иуды в итоге, все. А основные все семьи, все, все, все пропало. Кейфануш совершенно необратимая такая страшная бога. Тем не менее, если придешь на... Да, что он будет там делать, это хороший вопрос. Потому что в другом месте мы будем читать, что придут пропавшие земли Ассирии. То есть, из Ассирии придут пропавшие. Есть такое. то есть, это еще надо как-то, так сказать, понять, как это все работает. Ну, в следующий раз мы продолжим то, что я говорил, почему там такой переход от евреев к Ассирийцам вначале, неожиданно. То есть, от евреев к Ассирийцам. Сначала говорят про неприятности евреев, потом Талмуд говорит, что пасук весь про оливки, посвящен Ассирийцам. Потому что здесь пишет Раша в следующем пасуке, просто чтобы ответить на этот вопрос, качество, которое проходит через все поколения. Та палка, которую, с помощью которой бьют евреев, сама в итоге бьется. Великая правда. Если Бог берет палку бить евреев, эта палка в итоге становится жертвой сама. То есть, как только Ассирийцы бьют евреев, бьют Ассирийцы в космосе. Любая страна, которая выступает палкой, избивающей евреев, она терпит крах. Временный ли, вечный ли, но она его обязательно терпит. И вот это то, что мы здесь видим, что в момент, прям, в момент описания неприятности еврейского народа тут же идет разговор о том, значит, что от Ассирийцев останется 8, 9, 10 или 14 человек от всей армии. Вопрос, разве не сказано, что другие народы будут служить еврейскому народу? Само собой. Тогда почему нельзя их эксплуатировать или использовать? Потому что там был специальный приказ всех представителей семьи народа или выгнать, или пустить в расход. Этих нельзя было оставлять. Почему? Потому что на территории Святой Земли они живы. И вот в этом святом воздухе расцветает пышным цветом все. Понимаете? И то идолопоконство, тот кошмар, который они устраивают, например, за пределами Святой Земли никто не устраивал. Поэтому написано так, в Торе просто, что вы этих всех надо или выгнать, или уничтожить. Ни в коем случае не брать в рабы, а рабов покупать из других народов. Пожалуйста. То есть привозите всю эту землю? Пожалуйста, привозите. Покупайте на рынке рабов, подкройте рынок рабов, подкройте биржи, покупайте на здоровье. Но этих с их дикими, жуткими всякими ритуалами, с этой всей гнилью, которая там на Святой Земле расцвела пышным цветом, их ни в коем случае нельзя из себя оставлять. Потому что их праздники за околицы они дали бы сто очков вперед любым девкам из других народов. Мы же знаем, что значит привозить кого-то из-за рубежа, чему это приводит впоследствии. Да, это тоже правда. Но зависит от количества. Да, здесь количество не контролируется. это было сложное. Но во всяком случае было бы совсем по-другому. Такого бы кошмара и безобразия нет, потому что это были бы люди, которые привезены, а не те, которые живут и практикуют свой образ жизни рядом с тобой. Этих ты оставил, они прямо вот здесь со своими со всеми ритуалами дало поправство. А тех ты выдернул, перевоспитал, принял. Другое дело совсем было. Давайте выключаться, потому что у меня уже начинается другой урок.